Всем привет! Не снял я на водоёме, потому что были рыбаки. 6 утра не думал, не ожидал. Сегодня выходной день, суббота. И было много рыбаков на озере, поэтому я не стал уже людей, скажем так, чудовать. И вот то, что мне попалось... А я вам покажу. Средо тут покажу. Вот там. Вот такое вот счастье. Я сейчас высыпаю в тазе. Сейчас мы посмотрим, сколько тут шум. Ядло пришло. Килограмма 2 есть. А? Килограмма 2 есть, думаю, больше. Я думаю, больше, чем 2 килограмма. Короче, такие вот. Видно? Не видно, да? Сюда чуть-чуть. Короче, сейчас покажу вот так вот. Парочку возьму. Ну, в среднем, ребят, что? В среднем, ребят, вот такие вот. Не знаю. Вот такие вот. Небольшие, скажем так, но и не маленькие. Не совсем маленькие вот. Вот. Поэтому... Я думаю, что килограмма 3 тут 100% есть. Ну, вот такие вот. Вот такие вот. Это с одной ракуловки. Значит, другие ракуловки я не доставал. Почему? Потому что, ну, уже рыбаки сидят на этих местах, там, где оставил возле. Я просто не хотел показывать. Там, пускай уже, может, и вечером, до вечера. Сейчас жара будет. Днем там, думаю, никто не будет ловить. Или вечером. Пойду сниму. Ну, одну он достал. Одну достал. И вот уже. Уже килограмм на 3 у нас есть. Я так на глаз не знаю. Вот такое утро. Видно, не видно. Плохо сильно. Не кричу, потому что соседи спят. Ну, все. Пробуйте приманки, которые я вам рассказал. И проверяйте, как у вас на водоемах. Пишите в комментариях, что у вас словилось на данный вид приманки. Мне будет очень интересно. Все. Всем спасибо. До новых встреч. Пока. Так, ребят, ну что, еще раз всем привет. Значит, сегодня будем варить наши крабы, которых мы поймали. Вот. Пошел я, в общем, хотел забрать остальные. Там у меня еще стоят 3 роколовки. Хотел их забрать. Но до сих пор там стоят рыбаки. То есть сегодня у нас суббота. Много людей на озере. Вот. Не получилось. Ну, ничего страшного. Забью, значит, завтра с самого утра. Выйду в час четыре, наверное. Ну, а пока хочу вам показать интересный очень рецепт. Очень интересный. Значит, что нам требуется. У нас уже вода здесь закипела. Закипела. Здесь у нас в этой кастрюле 4 литра воды. 4 литра воды. Вот наши раки, которых мы поймали. Вот. Я их взвесил. Получилось 3 400. 3 килограмма 400 граммов. Вот. Покажи. 3 килограмма 400 граммов здесь получилось. Вот примерно на такой объем раков нужно 4 литра воды. Что мы используем? Как обычно мы используем соль. Соль. Соль мы ложим, как я уже ранее говорил в роликах, одну столовую ложку на литр воды. То есть если у нас 4 литра, значит 4 литра столовой ложки мы кидаем соли. Потом обязательно, ну вообще, значит, надо использовать томатный сок. Но томатного сока сейчас нету. Есть вот такой вот паста томатная. Вот такой вот тюбик. Нам его с головой хватит. Тоже будем бросать. Потом, что немаловажно, ребят, значит, вот такой вот перец. Перец чили. Очень-очень острый. То есть с ним надо максимально осторожно себя вести. То есть на вот такой вот, на такой объем воды на 4 литра мы бросаем, сейчас я буду нарядного показывать уже. Мы бросаем, сейчас покажу сколько. Не переборщу. Не-не-не, я не переборщу. Видите, ложечка. Раз. Раз. И ложечка. Вот такая вот, даже не ложечка, а пол-ложечки. Я бросаю пол-ложечки. Вот два. Все. Этого нам будет достаточно. То есть я бросил, грубо говоря, два раза по пол-ложечки. Перец чили. Перец чили. Эти соли. Соль бросаем. Раз. Вот такие полные ложки. Два. Вот такие вот. Три. И четыре. Четыре. Четыре ложечки. Отлично. Так. Затем. 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 Затем открываем. У нас тут пальцы сильные. Можно открыть и без ножниц. Выдавливаем сюда вот это вот счастье наше. Значит, вообще это раки, то есть в томатном соку должны быть. Ну, это заменяет томатный сок, причем аж бегом. Дальше. Дальше. Самый, ребята, основной ингредиент самый основной. У нас находится где? Вот здесь. Вот здесь. Вот такой вот у нас ингредиент. Вот такой. Свежезеленый укроп. Ребята, вот основной ингредиент свежезеленый укроп. Вот он. Что это? это у нас перец чили молотый мексиканский который тут еще раз такой есть перечили ну ничего страшного так вот так вот укропчик берем папа 1 2 не раки будет ребята песня у нас у вас уже такой запах пошел блин укроп кинули руки помыли значит что у нас потом по плану потом в этот рецепт еще входит орегано сушеный орегано кидаем на глаз чуть-чуть немного я никогда не меряю сколько там его надо вот так вот примерно о все покажи сколько кинул чуть-чуть там кинул две щепотки потом суммиш партий вот такая суммиш партий суммиш партий кидаем естественно тоже на глаз как все варится больше вот так вот как суп больше не больше 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 2 раза больше воды так потом есть еще у нас такие среди средиземноморские травы господи и выговорит даже круче можно писать прованские травы итальянские травы средиземноморские короче травки такие вот тоже не помешают но так как бы в принципе уже думаю заключающий вариант это вот так вот ну вот щепоточку буквально все хватит нам с головой с головой все мы кинули перец ребят и еще у кого есть сивашская соль сивашская соль обязательно нужно ее добавлять только добавлять ее нужно в небольших количествах прошла очень соленая очень соленая но вкус дает обалденный я вот так вот уже посолил я сейчас на ложечку так вот чуть-чуть вот смотрите вот так вот кину все и вот это все счастье мы перемешиваем перемешиваем запах хороший перемешиваем все и начинаем забрасывать наших друзей друзей наших забрасываем и вот так вот вот такие вот у нас друзья которых мы все любим ловить кушать не знаю как ловить но кушать кушать наверно все любят они все должны быть живые естественно рак весь должен быть живым то есть ну это даже не обсуждается потому что во первых у мертвого рака мясо уже другое оно будет запах давать то есть если один рак попадется вас дослый то он испортит всю картину уже запах и пусть будет не тот у всех раков понимаете поэтому каждого рака смотрим чтобы он был живой и так по частям сейчас будем забрасывать вот так вот есть дальше поехали 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 жалко мне ничего не сделать так хорошо чтоб не мучить их чтобы не мучить и быстренько ребята так вот чтоб не мучить ну тут воду наливал не я как бы немножко тут чуть неправильно налили налили как бы многовато воды видите на такой объем то есть еще тут можно вместить раков еще сколько же наверное то есть воды ребят нужно лить сколько чтоб она просто слегка покрывала раков все чтобы они не утапливались прям в ней а чтоб она их просто покрывала вот вот так вот покажи вот вот на этом раке пример покажи вот показываем ложка вот так вот чтобы вода была а если я могу утопить вот так вот это уже неправильно то есть это уже молоды очень много поэтому воды рьем ровно сколько чтоб она покрывала раков больше не надо что ну просто буду больше времени закипать больше будем ждать вот видите у нас вода кипела мы кинули кинули на специи значит положили раков и обратите внимание вода естественно что перестала кипеть время как всегда я говорю всегда и везде отсчитываем только от того момента когда вода опять нашими раками закипит опять закипит и вот от того момента когда она закипела опять снова мы ждем семь восемь минут раки у нас кипят с водой семь восемь минут потом мы кастрюлю отставляем пускай не настаиваются минут 20 20 минут настояться потом приступаем поеданию вот такая у нас процедура процедура ловли варки раком ну что ребят вот наши раки уже сварились вот такие вот у нас красавцы получились мы им уже дали настояться 20 минут 20 минут они настоялись у нас и мы сейчас их будем кушать вот такие вот у нас красавцы сейчас будем дегустировать сейчас будем конечно кастрюля большая так ну шо друзья всем кому друзья понравилось не забывайте поставить палец вверх всем кому не понравилось можете палец вниз поставить вот ну все всем спасибо всем пока до новых встреч